В дополнение к тому, что вот все, что мы видим, все, к чему мы прикасаемся, все, что мы чувствуем, что это энергия, но энергия также является и все то, к чему мы не можем дотронуться, что мы не видим. Наши мысли, наши верования и самое главное, наши чувства. Это тоже энергия. И вот когда я понял, какой мощью, какой силой обладают наши мысли и наши чувства, то тогда я стал думать о том, а вот для меня вот, что является самым важным, мои мысли какие-то. Я говорил о том, что я вслух говорил о том, что да, я хочу много денег, я хочу вот такую работу. Я хочу наконец-то расплатиться с долгами. И действительно на уровне сознания я всего этого хотела, это было правда. Но вот когда я постарался честно оценить вот свою систему верований, то я понял, что всю свою жизнь я считал, что денег всегда недостаточно, что их очень трудно заработать, что всегда существуют долги. И что не имеет значения, чем вы занимаетесь по жизни. Главное, чтобы это давало деньги. Дело в том, что я знал это, потому что это был мой жизненный опыт. Вот я вырос вот с такими пониманиями. Я жил в семье, где мама была школьной учительницей, которая терпеть не могла свою работу, и родители развелись. То есть я рос с мамой. Она не получила много денег, и мы всегда были в долгах. Мама мало зарабатывала, и мы постоянно были в долгах. И конечно же, вот ребенок, когда он растет, то он воспринимает с легкостью те представления, которые есть в его семье. А дело в том, что вот эти представления, это как энергетические программы, которые у нас остаются. И вот эти программы, они столько лет у нас есть. И поэтому, когда вот вы вдруг вот сегодня решаете все, зарабатывая кучу денег, то дело в том, что вот это мое решение, оно абсолютно противоречит моим вот этим всем твердым убеждениям, которые у меня с детства есть. И поэтому вот мои слова выбрасывают очень маленькое количество энергии, о, я хочу больше денег. А вот другая энергетическая система, которую я взращивал в себе много лет, нет, деньги это что-то невозможное для меня, она гораздо мощнее. Но тем не менее, я посмотрел вокруг себя, и я увидел, что есть много людей, которые не разделяют вот такой же взгляд на деньги. И это были люди, которые, может быть, были не такими умными и не имели такое хорошее образование, как я. Может быть, они не были такими творческими личностями, как я. Но тем не менее, у них не было проблемы, и они с легкостью притягивали успехи деньги. Поэтому мне пришлось признать тот факт, универсальный факт, что деньги совсем не так уж трудно зарабатывать. Просто это было трудно лично для меня. Почему? Потому что я в это верю. И поэтому я поняла, что если я хочу хотя бы когда-нибудь изменить свою финансовую ситуацию, мне нужно сначала изменить вот эти свои представления, свою систему ценностей. Дело в том, что я подпитывал вот эти свои представления многие годы, вот говоря себе, что нет, но для меня это невозможно. Каждый день вот я находился в этом стрессе, и я себе говорил, у меня нет денег. Потому что все мое внимание было направлено именно на это. Все мое внимание было направлено на то, чтобы решить эту проблему. И поэтому мне нужно было вот этот баланс энергии переместить вот с этого у меня нет денег на у меня не есть. Чуть позже я объясню, почему именно это работает. Но сейчас я просто вот рассказываю вам об этом. Я тогда стал применять некоторые техники, о которых я читал. что я пытался создать у себя вот это ежедневное ощущение, чувство того, что у меня есть деньги сейчас. И вот одно из тех вещей, которые я сделал. Значит, я взял фотографию своего банковского счета. Картинка была, конечно, совершенно депрессивная. И затем я на компьютере поменял все цифры вот в этом самом банковском своем документе. И я там поставил такие суммы, которые я в жизни своей не видел. И затем вот эту картинку я сделал обоими на своем компьютере. А больше всего времени я провожу именно за компьютером. И поэтому я постоянно вот глазел на вот эти все цифры. Конечно, сначала я думал, мама родная, какая глупость. Дело в том, что я ведь отлично понимал, что я сам переправил все эти цифры. На самом деле они другие. Но прошло какое-то время, и я позволил себе как бы поиграть вот с этой мыслью. А вот если бы вот эти цифры действительно были настоящими, вот что бы я чувствовал, что бы я ощущал? Вот тогда какая у меня была жизнь? Чем бы тогда заполнены были мои дни? Вы видите, что в данном случае это уже совершенно в энергетическом плане другая ситуация. То есть я теперь смотрел на вот это, а не на реальную вот эту вот картинку, да, где были эти просто вводящие депрессию цифры. Потому что это, в этом случае я беспокоился. А когда вы беспокоитесь все время, когда вы работаете только потому, что вам страшно бросить работу, то, конечно, вы не сможете креативно мыслить. А дело в том, что если вот именно вы попадете вот в это творчество, в эту креативность, вот тогда, вот там вы и найдете все ответы. И вот именно вот этот факт, что я поменял цифры, да, на своем вот этом банковском документе, помогло мне переместить свою энергию в другое поле и начать думать более креативно. И дело в том, что я туда не только вот этот свой документ банковский поместил, но я также туда поместил картинку с машиной, которую я хотел, и с фитнес-тренажерами, которые я хотел бы. Вот чтобы сократить всю эту историю, я хочу сказать, что все начало меняться, и это начало работать. Я поместил этот кусочек, который я хотел, но просто не могла бы. Дело в том, что я поместил туда вот эти тренажеры, которые мне так хотелось иметь, но я не мог их купить. Но я представлял себе, что они уже мои. И я вот думал как раз об этом, как мне вот быть, чтобы уже больше на это не тратить денег. И дело в том, что, вы знаете, все это сработало, я действительно позвонил в одну компанию, где были тренажеры, и я предложил им определенные идеи, и они сказали, да, действительно интересно. И это одно из тех вещей, которая произошла. И вот тогда у меня опять появилась вот эта мысль делиться этими принципами с людьми. Потому что теперь я нашел вот это звено, которого мне раньше не хватало. Теперь это для меня работало. И вот теперь я уже был уверен в этих принципах, я по-честному уже ими делился. И так как я уже находился вот в этой сфере, большой энергетической сфере вот этих возможностей, то у меня появилась идея собрать вот всю эту информацию, которой я обладал, и создать программу. Что бы поделиться с другими людьми всем тем, чему я сам научился. На тот момент я был как бы вот таким вот сосудом, через который шла эта информация, то есть я как бы говорил, вот смотрите, я узнал обо всем этом, вот, берите. Я сумел взять все те навыки, которые я получил, вот работая в разных этих фирмах, которые меня тогда так расстраивали, так мне было там плохо, но сейчас я взял эти навыки и использовал для того, чтобы создать эти программы. Я использовал вот все те навыки и умения, которые я получил, когда я работал в этой программе. И я работал на радио, работал с компьютерами, и даже те, которые я приобрел, занимаясь этими маркетингами. И вот это стало моим настоящим увлечением, страстью. И вот обучая, в то же время я сам оставался учеником, я постоянно изучал это. И в какой-то момент я даже связался с коллегами по индустрию. Раньше я бы в жизни такого не сделал. И, самое главное, я сделал очень сильную решение. Но, что более важно, даже я тогда принял очень серьезное решение. Если мы действительно привлекаем, притягиваем что-то, что соответствует тому, что мы из себя выбрасываем, то тогда мне надо очень осторожно относиться к тому, а что же я в этот мир выбрасываю. И особенно это относилось к вопросу, а кем я хочу быть в этом бизнесе. Вы знаете, есть большая разница между тем, что вот, ну, я надеюсь, что вот когда...